Добрый день! В эфире программа «Мани Лю Маик» в студии я, Джанария Сенова. Сегодня мы поговорим о климате, о природе. А точнее, с 7 по 18 ноября с участием мировых делегатов прошла в Египте глобальная климатическая конференция. Это по счету 27 мероприятие ООН. Как раз таки цель данной мероприятия была о снижении ущерба в природе. И там участвовали команды, члены из Кыргызстана. А точнее, была собрана специальная команда Центральной Азии, где были участники из Кыргызстана тоже. И одна из них сегодня у нас в гостях. Хочу представить, одна из делегатов из Кыргызстана, член команды Центральной Азии, Бегин Джанузакова. Добрый день! Здравствуйте! Добрый день! Само название говорит о том, что это уже глобальная и тем более климатическая конференция. Если я не ошибаюсь, в прошлом году в ГЛАСКО проходила с участием нашего президента. И в этот раз вы тоже стали свидетелем такого масштабного мероприятия. Расскажите, как вам удалось собрать, участвовать в данной конференции? Тем более создать команду с Центральной Азией. В целом подготовка к этой конференции шла очень долго. То есть наша команда, это Центральная Азиатская команда. Это Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан. И нас, если честно, никто ни в чем не заставлял. Это, можно сказать, молодежная инициатива. И мы официально получили одобрение от Организации Объединенных Наций. У них есть направление РКИК ООН. И мы там получили одобрение на проведение мероприятия. Мероприятие называется РКОЙ. В прошлом году в Кыргызстане проводили ЭЛКОЙ. И наша команда, можно сказать, они все энтузиасты, лидеры стран Центральной Азии. И наша, можно сказать, идейный вдохновитель Чулпона Итахонова нас как-то просто собрала на Zoom call. И мы все обсудили. Мы вдохновились этой идеей. И вот можно сказать, что с конца весны мы уже начали работать. Готовиться. Да, готовиться. И мы уже провели... Наша команда провела РКОЙ первую часть в Астане, вторую часть в Алмате. И мы уже собрали голос молодежи, а именно политический документ по изменению климата. И мы официально отправили на данное мероприятие быть частью глобального политического документа. Предложение, прошли аккредитацию, да, скажем так? Это не как прямо аккредитация, а больше голос молодежи, то как нужно решать процесс изменения климата и как нужно вовлекать молодежь данные процессы. Тут у меня один такой вопрос для продолжения нашей темы, чтобы нам и зрителям было понятнее и яснее. Я хотела бы узнать, что значит РКОЙ, ЛКОЙ, КОЙ, КОП. Очень интересный вопрос, да. Это, ну, если честно, в сфере климата без аббревиатур невозможно, потому что очень много тем. РКОЙ – это Local Conference of Youth, это конференция молодежи по изменению климата на национальном уровне. То есть в прошлом году РКОЙ проводили в Кыргызстане. А, это то есть на местном уровне, да, получается? РКОЙ – это региональная конференция молодежи, то есть в нашем случае это Центральная Азия. И в этом году не только Центральная Азия проводила, проводили и в Африке, в Европе, в Восточной Азии. То есть это вообще, можно сказать, глобальное движение, да. А КОЙ – это всемирная конференция молодежи, где представители всех стран участвуют в данной конференции. То есть в этом году она проходила также в Египте, Шарм-эль-Шейхи, и также это была, можно сказать, молодежная прям конференция. КОП – это Conference of Parties или же конференция сторон. Это конференция на высоком уровне, где принимают участие президенты, министры, дипломаты. И будучи там, вот вы не знаете, с кем вы сидите. Там рядом могут сидеть то ли эксперты, то ли дипломат, то ли вообще активисты или президент. Поэтому это очень вдохновляюще участвовать в таких мероприятиях. Оно действительно очень широко даже мотивизирует, можно сказать, как личности. Для роста это очень даже полезно. Хорошо, но бегим, я хочу лично о вас узнать. Лично вы чем вдохновились? Почему вы оказались в этой команде? Каким образом? Что вдохновило вас именно поучаствовать в данной конференции? Ну, если честно сказать, такие природные проблемы, климатические проблемы очень меня волнуют. И мне всегда интересовало, что будет в будущем. И то же самое исчезновение некоторых животных, то же самое снежные барсы. Это как-то влияет на меня очень сильно. И я бы хотела это сохранить и передать, можно сказать, нашим будущим поколениям. Это называется устойчивость. Наша команда, это просто невероятные люди, если честно. Они, будучи молодыми, они уже эксперты. И мы уже, не только мы, и вся молодежь всего мира, они уже столько вкладывают в эту борьбу. И меня это очень вдохновляет. Тем более на конференции сторон я почувствовала то, что представленность не только Кыргызстана, но и Центральной Азии очень низкая. И поэтому очень важно принимать участие в конференции сторон. Потому что бывает, когда вы встречаетесь с людьми, а это очень такая большая, огромная площадка для налаживания связей. И вы рассказываете, вот я из Кыргызстана, мы из Центральной Азии, у нас вот мы очень уязвимы к изменениям климата. А бывает так, что они вообще никогда не слышали. И не только страну, но и регион. И мы тут начинаем рассказывать. А для того, чтобы привлекать инвестиции, проекты, надо, ну важно, есть, надо визибилити. Поэтому в этом году у меня была особая мотивация, чтобы в следующем году, когда поеду, я уже буду выступать, и уже буду рассказывать наши проблемы. И когда речь идет о климатических кризисах, оно как бы имеет разграниченный эффект. То, что происходит в Кыргызстане, имеет последствия и на наши соседние страны. И поэтому цель нашей команды – это усиление роли молодежи, консолидация и продолжение, можно сказать, данной нашей деятельности и продвижение устойчивости. Вот таким энтузиазмом сейчас это все рассказываете. И тут я хочу еще напомнить телезрителям нашим о том, что наша сегодняшняя гостья, Бегим, являлась координатором именно глобальной конференции по Центральной Азии. И тут у меня такой вопрос появляется. Все ли участники, так же, как и вы, относились к данным мероприятиям? И тяжело ли было собрать команду с Северной, Южной Азии и вообще координировать их всех, объединить? Потому что каждый член своей страны будет представлять интерес своей же страны. А надо сделать так, чтобы Центральная Азия была единой командой, чтобы общая идея, общие направления и цели были. В целом, наша Центральная Азиатская команда, мы сами начали работать над ЭРКОЙ. То, что я координировала, это было участие делегатов Южной, Северной и Центральной Азии на глобальной конференции, которая проходит в Шарм-эль-Шейхе. И в целом ситуация с изменением климата усугубляется, но она все еще остается невидимым для многих людей. И, если честно сказать, я думала, что очень мало таких людей. Но когда мы открыли заявку на всю Азию, очень много людей начали подаваться. И те, которые прошли с таким энтузиазмом, писали, когда у нас будет виза, когда у нас будет аккредитация. И это меня так вдохновило, и я почувствовала, что я не одна в этой борьбе. И мы как только не связывались, конечно, с Египтом, и отправить делегатов, это было очень быстро. Но процесс сам организации конференции ЭРКОЙ первой части, второй части, вот скоро уже послезавтра будет третья часть завершающая. И это был длинный, очень длинный путь. И попасть, конечно, в КОП, это тоже было для меня, можно сказать, вызовом. Потому что молодежь, не всегда бывает то, что вовлекает молодежь, но на этот раз я очень рада, что в меня поверили, поддержали и отправили. И я почувствовала особенность, что участвуя, надо представлять, рассказывать, и не только, но и привлекать, как можно больше идей, реализовать их. И наша команда, они вкладывались очень-очень много. Бывало то, что мы через Zoom работали до ночи, работали над программой. И это были такие моменты, я поняла, что я расту в этом процессе. И я считаю то, что наша команда тоже, в принципе, многому научилась. Конечно. Действительно, слушая вас, я тоже вдохновилась, и мне тоже стало очень интересно. Насколько я поняла, вы в этот раз там не выступали, а больше наблюдали. Да. И вот какова ваша оценка сейчас, в настоящее время, в мире? Какие климатические изменения глобальные происходят? Очень интересный вопрос. Быть наблюдателем, это значит присутствовать там и слушать каждого из них. Я поняла то, что много, почти что все проблемы везде одинаковые. Допустим, женщины из Амазонии, да, они рассказывали про свои проблемы. И это на меня как-то окликалось. И я подумала, ну, если у нас у всех одна проблема, почему у нас не получается это объединиться и решать вместе? И самым таким эффективным путем как раз таки это является cooperation, да? Объединение. Объединение и вложение всех усилий вместе, да? И я участвовала на мероприятии на гендерные равенства, на молодежь. И в целом там обсуждалось то, что представленность женщин в процессах принятия решений очень низкая. И то же самое молодежь. Но поразительно то, что во всем мире уже идет больше признаний роли молодежи в таких глобальных процессах. Это статья 6 РККОН, 12 статья Парижского соглашения. И в целом участие молодежи в глобальных конференциях. Допустим, вот наша команда участвовала в недавнем Душамбинском водной конференции, водной неделе в Стокгольме и еще в девятом форуме в Дакаре. И на КОИ-17, на КОП-27, да? И это свидетельствует о том, что у молодежи есть интерес к этим проблемам, чтобы решать их. Но самое важное, они готовы выступать в качестве союзников. И принимая это во внимание, особенно, кстати, я забыла как-то сказать, впервые за всю историю КОПа предоставили свой павильон для молодежи. А это первый раз, да? Это самый первый раз. То есть уже как бы мировое сообщество обращает внимание на идеи молодежи именно, конкретно направление именно с молодежской стороны, да? Да. То есть больше они начали уже признавать идеи молодежи и их креативность даже, можно сказать. Да, почему? Потому что подход молодежи, он нестандартный, энтузиасты, и они готовы вкладываться еще больше, да? Дать нам возможность, там, помыть, мотивации, и мы уже готовы работать днем и ночью. Фанаты своего дела, скажем, они сразу, как бы, если на что-то берутся, фанатеют от этого своего дела. Конечно, потому что это действительно вдохновляющее, и как раз-таки в этом павильоне сам молодежь из всего мира проводили сайд-эвенты. И в одном из которых я участвовала, это было про карьеру, по воде, по климату, и участвуя, будучи там, это, я поняла то, что, ну, значит, и нам в следующем году нужно здесь уже организовать свой сайд-эвент и показывать, что наши проблемы такие же, как и у вас, и мы очень уязвимы к последствиям изменения климата, поэтому обратите на нас внимание. Вот, сейчас вы такую тему затронули, да, то есть климат, это, в общем, понять, это вот природа, это явление, это то, что нас окружает, это воздух, это погода, это солнце, это небо и так далее. А там, в этой конференции, помимо климата, там еще была основная тема к воде. Да, да. А в этой части какие еще проблемы в мире творятся? И также, как вы, что вы можете сказать, у нас в Кыргызстане климатическая водная проблема, она существует? Да, в этом году конференция сторон, можно сказать, что была самым голубым, это потому что тема была особенно посвящена к воде, и если вы знаете, в следующем году, в марте, пройдет всемирная водная конференция, это чуть ли не конференция, которая проводится раз в 50 лет, и как раз таки вот наша цель, это подготовить позицию заявления молодежи на эту конференцию. То есть уникальность вот всего нашего мероприятия, мы покрываем мероприятие до Коя и до Копа, а потом после Копа и готовим на это мероприятие. В целом, там обсуждалась как раз таки тема данной водной конференции, но если вот честно сказать, наверное, вы уже знаете про цели устойчивого развития, и все эти темы, все эти цели, точнее, связаны с климатами, с водой. Если, ну, водный кризис, это и климатический кризис, и они между собой взаимосвязаны, особенно, когда вода стоит в центре, да, в Центральной Азии, экономического роста, то это очень, конечно, важная проблема, и поэтому наше направление, это не только климат, это вода, молодежь и климат, это, можно сказать, Нексус, да, и мы... А еще семнадцатый климат, это... Ой, семнадцатая цель, это сотрудничество. То есть мы продвигаем все эти цели, и усиляя, мы хотим эффективно и инклюзивно достичь этих целей. Действительно, вы сейчас рассказываете, и тут такое ощущение складывается, что если большинство людей будут такого же мнения думать так же, как и вы, таких людей, ваших именно поддержки сторон, независимо от поколения, то можно будет как-то предостеречь или изменить эти проблемы в более полезную сторону, да, потому что что климат, что вода влияют на все сферы нашей жизни. Вот вначале вы упомянули, что завершится данное мероприятие завтра-послезавтра. Каким образом и где это пройдет? Как я уже рассказывала, мы две части уже завершили, это в Астане и в Алма-Ате было, и третья часть это уже посткой рефлексия, и она пройдет уже после... Ой, не послезавтра, а уже завтра, оказывается, и пройдет у нас два дня, и мы собрали участников... Здесь в Бишкеке? В Бишкеке, он пройдет в центре города, и мы собрали регион, можно сказать, и мы решили соблюдать принципы Элкоя-Эркоя. Один из принципов это инклюзивность, и мы решили предоставить эту возможность не только жителям города Бишкек, но и регионам. Наши коллеги из Института развития молодежи, они посодействовали собрать этих людей, и мы завтра в течение... ну, завтра и послезавтра мы проведем данную конференцию с участием экспертов и, можно сказать, бизнесменов, которые осуществляют экофрендли бизнес. Вот. И в конце, как я уже готовила, мы подготовим заявление и сделаем его в валидацию, можно сказать, да. А цель заявления это... Это водная конференция в Нью-Йорке. Участвовать. Ну, не только участвовать, а показать то, что вода... То есть хотите там выступить? Это не... ну, если получится, почему бы нет, да? Но в нашем случае это вот этот политический документ, чтобы мы его подготовили и отправили им, потому что если мы это не подготовим, то никто и не узнает о нашей проблеме. О нашей проблеме, поэтому наша цель это то же самое делать невидимой и видимым, да? Хорошо. Давайте вот тогда поговорим о том, чтобы, допустим, для того, чтобы участвовать в данной конференции в таких глобальных масштабных мероприятиях от стран-участниц, что требуется? Каким образом человек может, то есть команда, скажем тогда, может принять участие в таких масштабных мероприятиях? Что для этого нужно? Ну, простыми словами. Хорошо. Ну, в первую очередь нужно вовлекаться в такие процессы и нужно понимать, и знать свою цель. Наша цель это была не только поехать просто туда и посмотреть, да, но и налаживать связи, чтобы мы в дальнейшем делали еще масштабнее, да, проекты. То есть это все должно как бы вписаться в документ. Да, да, потому что... Цели, да, задачи. Да, да. Ну, допустим, наша задача это просвещать, мотивировать и вовлекать молодежь в такие процессы. И чтобы участвовать в таких глобальных конференциях, не обязательно быть крутыми экспертами или лауреатами. Нужно просто двигаться и вкладывать в этот процесс. В нашем случае мы вот работали очень-очень много, и у нас получилось. Если у нас получилось, и получится и других, да. И мы, конечно, завтра еще расскажем всем, как можно вовлекаться, но просто можно создать команду, и без команды уже нужно делать вклад в своем, как сказать, на своем уровне. И уже это означает то, что человек делает вклад в глобальном уровне. Да. Вот смотрите, Институт развития молодежи. Вы, работая с молодежью, то есть именно лидерами своего поколения, скажем так, обсуждаете разного сфера проекта. И, допустим, какой-то студент, скажем так, да, с региона, посмотрев нашу сегодняшнюю передачу, и захочет тоже поучаствовать стать членом вашей команды. Что ему необходимо, что ему нужно делать, чтобы быть членом вашей команды? Просто напишите нам. Куда? Можете написать на нашу страницу ERCO Central Asia, либо же Бегим Джану Закова. В Инстаграме вы есть. В Инстаграме, да, мы есть. Либо же в Green Alliance KG мы всегда готовы работать, сконсолидировать наши усилия. И в начале, вне эфира вы упомянули про Нью-Йорк. Там тоже пройдет такой уровень мероприятия. Да. Вкратце можете рассказать? В Нью-Йорке пройдет Всемирная водная конференция. Это конференция тоже Организации Объединенных Наций. И там пройдет все на высоком уровне. То же самое почти, что как и... Это в этом году или уже в следующем? Уже в следующем году, в марте 2023 года. А, вот эта водная конференция пройдет как раз таки в Нью-Йорке, да, Зань? А, ясно. А вот теперь последний вопрос. Конечно, вы подали свои идеи, заявку подавали, стали делегатами, поучаствовали. Но это все не бесплатно же проходит. Это все нужно как-то за это платить. Может быть, какой-то взнос может есть. Или же это все проходит именно по приглашению и приглашаемая страна. То есть страна, где проводит такое мероприятие, сам оплачивает эти все расходы. Ну, чтобы попасть, допустим, в глобальную конференцию, необходимо подать на аккредитацию. Аккредитацию дает национальный полномоченный орган Кыргызстана. В моем случае я получила от молодежного крыла Юнго Ирки Коуан. То есть из-за того, что я уже была активной, мне его дали. И при поддержке вот Зеленого Альянса Кыргызстана, Юнисон Групп и Мувгрин у меня финансово, да, и получилось попасть туда. И не только финансово, но и ментально нас очень сильно поддерживали эксперты Зеленого Альянса и мотивировали, направляли. Мы очень много к ним обращались за советами. И один из наших таких сильных экспертов, Нурзат Абдрасулова, она нас направляла. Мы ей очень-очень благодарны. И в процессе, вот общаясь с ней, вот мы поняли, как сказать, да, куда мы хотим еще совершенствоваться. И очень рада, что у нас в целом в Кыргызстане есть очень такие сильные эксперты, которые вдохновляют нас. И поддерживают, да. И поддерживают, да. Да, очень интересная, я надеюсь, была тема. Нашим зрителям тоже это очень понравилось. Тем более это касается климата, а также именно действий, активность молодежи, как проявляется, тоже об этом поговорили сегодня. Я благодарна вам за то, что уделили время и пришли, рассказали об интересных моментах, то, что было, да, именно как наша молодежь, как в настоящее время молодежь может повлиять не только на страну, но и на весь мир. Благодаря таким активным участникам, благодаря активным нашим гражданам, наша страна тоже есть возможность дальше развиваться и процветать. А я хочу напомнить, у нас в студии была делегация Кыргызстана, участница, член команды Центральной Азии по молодежному крылу, да, где участвовали в масштабном, глобальном климатической конференции, которая проходила в Египте с 7 по 18 ноября. А я, в свою очередь, хочу пожелать вам удачи в предстоящем мероприятии, тоже, чтобы прошло на высоком уровне, и чтобы мы в следующем году, в марте, уже разговаривали о том, как вы съездили в Нью-Йорк, даже как вы выступали, да. Еще раз благодарю и удачи вам. На этом наша сегодняшняя передача подошла к концу, а программа телеканала СТВ продолжает свою работу. Не переключайтесь. СТВ продолжает.